Всем привет! Сегодня история от подписчицы. Очень длинное письмо, может быть я где-то буду пропускать, но в итоге постараюсь зачитать все, так что давайте приступим. Мне 29 лет, уже через пару месяцев будет 30. Живу в своей квартире с двумя котами. Хорошая работа, полностью обеспечиваю себя сама, есть разные хобби. Про семью. Семья у меня полная, в том числе бабушки, дедушки с обеих сторон, братья, есть тети, дяди, дружная семья, часто проводим время вместе. Росла с отчимом с 6 лет, он же мой папа, так как удочерил меня биологический отец, соответственно, отказался от своих прав на меня. Есть младшая сестра, родная по маме от отчима, у нас очень хорошие близкие отношения и с мамой тоже. Мама нас в душе не чает. Отец военный, неэмоциональный человек, характер тяжелый. Никогда меня не то что не хвалил, ну и вообще не помню какого-то слова доброго, а вот критика всегда пожалуйста. То есть теплых отношений у нас нет. Совершенно не знает меня как человека, да и никогда особо не интересовался. Кормил, одевал, образование давал, в общем, все только по делу. О какой-то отцовской любви я не знаю. Про отношения. Была у меня первая любовь, мы учились на одном курсе в университете. И получается, что единственные мои отношения серьезные, также были первыми друг у друга. У нас встречались мы два года. Отмечу, что через 4 месяца отношений у меня начались панические атаки, высокая тревожность и апатия. Я ужасно себя чувствовала, плохо выглядела, думала о бессмысленности жизни. Из немногих родных, кто знал о проблеме, поддержала меня только мама. Думаю, сами знаете, какое отношение у прошлого поколения к теме психологии. Они даже не понимали, что мне нужна помощь. Маме пришлось взять кредит на мое лечение у психотерапевта. Мне тогда было 19 лет. Было медикаментозное лечение, психотерапия. Все это помогало капслокам. Но вообще все потом само прошло, когда рассталась с парнем. Очень интересный здесь момент представлен про тревожность, панические атаки. Вот про суицидальные мысли тоже было. Вообще это симптомы депрессии и так далее. Почему вот это у вас ощущение, назовем так, да, на самом деле заболевание обострилось, проявилось. Скорее всего, проявилось именно с появлением личных таких отношений с парнем. Так, я не понимаю до сих пор, что это было такое. Отношения у нас были как в фильмах романтика, любовь, подарки, поездки. Просто растворились друг в друге все время вместе. Никогда он меня не обижал. Было очень хорошее ко мне отношение. Не только с его стороны, но и с всей его семьи. Я знала, что меня любят. И даже не ссорились с ним. Все дело шло к свадьбе. Но расстались в итоге по его инициативе, прошли чувства. Даже еще и расстался со мной через ВКонтакте, что вдвойне было обидно и неприятно. Как можно было настолько струсить. Я очень тяжело и долго переживала этот разрыв. Да, прошли зато панические атаки практически сразу. Но я была просто раздавлена, боль невыносимая. Я сходила с ума несколько лет. Потеряла себя в этих отношениях. И после них я была просто в ужасном психологическом состоянии. С 19 до 25 лет где-то я жила с переменными успехами. Хотя при этом я училась хорошо, работала, путешествовала. То есть внешне все как бы казалось нормальным. Но я потеряла интерес к прежнему хобби. Даже перестала мечтать. Я до своих 19 лет очень любила жизнь. Вообще чувствительный человек. Всегда подмечаю красоту. Как-то у меня была гармония со всем собой. А потом как будто солнышко внутри меня выключилось. Давайте сразу здесь. Я думаю, в психотерапии тогда должны были пройти, проработать терапевту. Моё подозрение, мне кажется, что если вы в этом парне, всё так хорошо, классно про него и про семью, полное принятие комплексное, без критики, про о чем, что вы отметили, что это важные триггетные такие моменты. Настолько всё было классно, хорошо. Такая любовь, типа, аля я там нашла в днём защиту, поддержку, чего папа у меня не было и очень не давал. Но на фоне этого параллельно у вас вырастёт тревожность до панических атак. То есть панические атаки это как результат тревожности. Чяжёлая, скажем так, форма. Но начинаются всё с тревожности. Тревожности — это страхи. И вот попадая в хорошие отношения, к вам хорошие отношения, полное принятие, всё типа так хорошо, как вы говорите хорошо. На самом деле я уверена, что было не всё так супер хорошо. Вы что-то старались не замечать, либо сглаживать. Вы там парни в этих отношениях, более идеализируете их. Ну, короче говоря, у вас при этом страх очень сильно какой-то, скажем так, ну, короче, проявился, да. Возможно, было настолько классно и хорошо, что всё это правда, вы не приукрашиваете. Не в том плане, что вы хотите, ваша психика приукрашивает, типа, то, что я хотела. Возможно, у вас страх был всё это потерять. И он был такой сильный, что вот так за него парни тряслись, хорошие отношения, что вы начались панические атаки, повышенные. Тревожно, вообще-то разбирать, конечно, надо, но в любом случае это очень интересный такой момент. Я бы это очень отметила, да, в своей практике, если бы с вами работала. Я бы в этом плане ещё позадавала всякие вопросики, покопалась бы активно. И почему у меня такая мысль про страх его потерять, такого идеального, хорошего? Потому что вы потом сказали, я очень тяжело переживала это расставание, он меня вот бросил, всё так-так-так-так, всё было так классно. То есть ещё и рано вот это из-за... и то, что он с вами расстался. Про Турцию. Первый раз побывала здесь в 2010-м, мне было 17 лет, я просто влюбилась, захотелось жить мне в этой стране. В голове сразу образовался план, закончу университет, потом устроюсь международную компанию с каким-нибудь филиалом в Турции и перееду. И каждый раз, когда я прилетала сюда, думала, что хочу переехать. Хотя путешествовала я в разные страны, в том числе и Европу, но Турция это как будто бы моё место силы. Турецкие мужчины. В Турции я была много раз, то с семьёй, то с друзьями, но никогда не знакомилась здесь с кем-то, даже каким-то и мысли у меня на эту тему не были. Но не в этот раз. Мы отдыхали с мамой, после прилёта рано утром пошли на пляж, потом погулять по набережной, и я увидела его. Высокий, красивый, хорошо одет, да ещё и с породистым щенком. Первая моя мысль была, ой, такой точно женат, а если и нет, то я не его уровень сразу. Низкая самооценка наша вылезла. Вот тут тоже противоречие, ведь я считаю, что себя симпатичной, достойной девушкой, но тут же думаю, что я не дотягиваю до чьего-то там уровня. Как это работает? Вопросительный знак. Скорее всего, работает так, что у вас постоянная критика от отчима была. Надо быть достаточно хорошей, завоевать любовь, внимание, никогда этого не было, за это надо было работать, хорошо учиться, выполнять что-то по дому, в общем, быть правильной, хорошей, прилежной и так далее. От этого внутренний диссонанс. Может быть, это очень сильно разрушает самооценку. Я автоматически всегда, если я в погоне за любовью, за одобрением, членов семьи, родителей и так далее, то у меня, знаете, такой инстинкт, назовём так, у меня так срабатывает, что я всегда в этой погоне. Если что-то классное, легко мне идёт в руки, меня просто любят, принимают и так далее, я либо ищу какой-то подвох, либо я считаю, что я недостаточно хороша, всё легко в руки не достаётся, за всё надо там бороться, работать, завоёвывать и так далее. Соответственно, я тут же, в общем, это срабатывает таким образом. Да, вам, это сигнал того, что, скорее всего, вам любовь вашу в жизни от кого-то, внимание, приходилось завоёвывать или зарабатывать, как-то, короче, прикладывать усилия не безусловно любили, просто так, а преодолевать, вот, например, критику отчима и так далее. В отеле, где жили, мы хотели сменить номер, нам предложили посмотреть апартаменты, покажет нам их, тадам, тот красавчик, которого я утром увидела. Оказалось, что он управляющий в отеле, где мы остановились. Вот так мы и познакомились. Но я даже ни о чём-то каком не подумала и от него не заметила какой-то заинтересованности. Всё было только по делу. Отлично. Говорит о том, что он не супер, может быть, и бабник, а по делу всё только. А через несколько дней он написал мне в WhatsApp и номер, трудномер, конечно, не составило у него труда найти. Первый раз гуляли по набережной вместе с его собакой. Он почему-то был не слишком разговорчив, хотя у отеля со своими сотрудниками общался очень даже оживлённо. Много лет работает в отеле, там с перерывами, знает русский, несколько лет жил в России, был свой бизнес. В Турции тоже был старт бизнеса у него, но потерял бизнес, была неудача, чтобы не было долгов, продал свою машину. В общем, в 35 мне женат не был. Из прошлых отношений знаю только то, что несколько лет жил с турчанкой. Я сказала сразу, общение наше не имеет смысла, так как мы в туристической зоне, у него не может быть серьёзных намерений к женщинам. К тому же, в Турции замуж я не собираюсь, переезжать тоже, плюс вопрос религии. А что-то вы раньше же хотели переезжать, уже не хотите. Всё это я выпалила, непонятно, зачем ему сразу. Хотя по факту думаю наоборот. Видимо, защитная реакция от сотрудника отельного бизнеса у меня сработала. Он, конечно, сказал, что за сезон может только пару раз с кем-то познакомиться, так как бессмысленное общение тоже ему неинтересно. Туристы воспринимаются у него просто как работа и не более. Не знал, правда, я это или нет, но впечатление произвёл он человек серьёзного. Чувствуется, что он взрослый мужчина. Но тут же, но серьёзный мужчина, а гуляли мы с ним только по набережной и по пляжу. У него есть высшее образование, хорошее чувство юмора, видно, что человек добрый и никто его не раздражал, хотя из-за щенка к нам обычно подходило много людей, давали своё внимание от детей до стариков и о собаке своей очень заботится. Конечно, для меня это было портотипом того, что он добрый и ответственный человек. Видите, что вы в нём отмечаете, что он не злой, что он тёплый, вы в нём ищете то, чего не любили, назовём так, или не хотели видеть своём очи, и 100%. И по поводу, почему гуляли на пляже и на набережной, ну, видимо, честно скажу, вот не хочется картину рушить, скажу так, что у него, видимо, какие-то отношения есть, он, может быть, жил с Турчёнкой и до сих пор живёт. У них свободные какие-нибудь отношения, она его не контролирует, на работе шлялся, он там, где туристки всякие с вами там гулял по набережной и так далее, чтобы смешаться с толпой, чтобы не было вопросов, чтобы не попадаться на глаза, чтобы не пойти там с вами в кафе, в ресторан, потому что все друг друга знают, и чтобы никто из знакомых не увидел и ей не донёс. Вот, простите, не хочется разрушать там розовые замки какие-то, ну, очень логичный такой, скажем так, логичное развитие событий очень напрашивается. На втором свидании мы поцеловались, всего у нас было четыре свидания. Какого-то интима у нас не было, потому что я не могу просто так без отношений. Вам нужна гарантия, что это всё серьёзно от меня не уйдёт, всё, вот это вот отношения гарант чего-то у вас, некий порог, барьер, не могу, граница, да, некоторая. Соответственно, это говорит о страхе отношений. Знаете, что меня ещё насторожило? То, что у меня снился аппетит, я даже похудела за несколько дней, я по приезду домой и сон ухудшился ещё. Не поняла, что из-за влюблённости или из-за тревожности. О, у вас старый днедуг свой возвращается, когда вы влюбляетесь и надо кого-то близко подпускать к себе. У вас начинается он с симптома, тревожность, депрессия, вся прочая фигня с этим идущая. Можно и опять оказаться в том состоянии, которое было тогда с тех отношений серьёзных с парнем. Это вам на заметку. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Про отношения. К слову, у меня был опыт только с моим парнем, с которым были единственные серьёзные отношения. После него я так ни с кем и не встречалась, а просто в сексе без чувств у меня не было потребности. То есть отношений, в том числе близких, у меня не было уже не сосчитать, сколько лет. Звучит пугающий смайлик. Ходила, конечно, на свидание. В основном знакомились мы через друзей, но всё это были не мои люди. Вот. Мой человек. У вас есть какой-то определённый барьер, когда мой человек и не мой. Не моему я не доверяю, не подпускаю, держу на расстоянии, к нему ни ёкать, ни отношений. Секса нет, потому что отношений нет. Отношений нет, потому что не подпускаю. Максимально далеко-далеко от него. Если мне, например, кто-то нравится, то на мою инициативу не отвечали. В общем, как-то у меня не складывалось. А последние года 4 со мной даже никто и нормально не знакомился. Вообще, у меня с внешностью всё в порядке. Вниманием-то я обделена сейчас, но внешностью у меня всё в порядке. Прикладываю фото. Да, девушка фото прикладывала. Симпатичная, обычная, нормальная девушка. То есть, о чём-то ещё говорит о том, что все наши проблемы в нашей голове всегда. Мы сами себе придумываем проблемы или создаём, или их переживаем. Запреты некоторые ставим и так далее. Последние пару лет работаю удалённо, куда-то выбираюсь редко. Друзья все семейные с детьми. Я обычно провожу время в кругу своих родных. Ну, блин, в кругу своих родных вы, конечно, кого себе не найдёте. Потому что, знаете, все родные. Это ваш круг. Конечно, надо менять зону комфорта, выходить из неё 100%. Общаться со своими сверстниками или даже помладше с кем-нибудь, раз у сверстников уже семьи, дети и так далее. Короче, вообще не надо сидеть в кругу своих родственников, тем более там. Перспективы на замужество и отношения, найти того моего человека, перспективы равны, ну, не прям нулю, но очень мало шансов. В общем, я провожу обычно в кругу своих родных время. На сайте знакомствах не сижу, никогда не сидела. Видимо, жду, когда любовь меня настигнет чудесным образом. В целом, дни мои, как день сурка, зато психика моя спокойна. Опа! Здесь что мы ловим? Защитный механизм. Я спокойна, в безопасности, мне не надо переживать эмоциональные потрясения, как тогда, с тем парнем. Всё классно, я в зоне безопасности, у меня каждодневная рутина, только одна проблемка. Мужиков у меня вокруг нет, и я делаю всё, чтобы они не приходили, скажем так, в мою зону комфорта. Я даже свободное время теперь провожу со своими родственниками, где шансы, как я раньше сказала, равны нулю, познакомиться с кем-то новеньким. В общем, окей, я защищаю на самом деле свою психику. Даже возродился интерес к прежним хобби. Ещё добавлю, что есть изменения после того кризиса в том, что мои эмоции как будто притуплены, я не чувствую себя душевно так же хорошо, как раньше до болезни. И вот эту гармонию, связь с собой я не чувствую. В целом, я боюсь теперь отношений, боюсь влюбиться и боюсь откатиться ещё дальше, будто бы причиной моей болезни тогда были те отношения. Хотя семья – это одна из моих ценностей. Я всегда хотела мужа, детей, дом полная, чаша собак, большой сад. Даже когда вернулась с отдыха и мне первый раз звонил по видео этот турецкий парень, я не отвечала, потому что меня отхватил такой страх и мысли бы сами в голове моей понеслись. Я начала думать, что ой, да мне и дома хорошо с моим котом и даже начала обнимать кота в тот момент. А кот – безопасность. Про турка. Ничего мне не обещал, в любви не клялся, замуж не звал, сладких речей уж не пел. Сказал, что только что был счастлив, находясь рядом со мной, так как наблюдал, как я взаимодействую с другими людьми. Что я проявляла заботу к его питомцам, ему это было очень приятно. Он говорил, что у него будет отпуск и мы могли бы куда-то вместе с ним поехать. Я сказала, еще чего? Ужас, конечно, но я не хотела быть как все те миллионы женщин, которым бы он, по моему мнению, каждую неделю все это предлагал. Вот такой момент. Мы не допоняли друг друга по поводу планов на одну из встреч. Не буду вдаваться в подробности, но суть в том, что я испытывала дикое чувство вины, хотя с его стороны не было никаких упреков. Он сказал, что это он виноват, надо было по-нормальному договариваться. По приезду домой мне пришла в голову гениальная мысль поехать в ноябре снова в Турцию, но на другой курорт и провести с ним мини-отпуск. А также я хотела близких отношений, потому что за последние сто лет это был единственный человек, который меня привлек во всех планах. Скорее всего, потому что он был от вас довольно-таки далек, он был безопасным. К тому же он точно опытный мужчина, чувственный, на что-то серьезное я не рассчитывала, хотя, конечно, в голове мелькало, что как все может быть чудесно, неожиданно для нас обоих вдруг сложится, будем счастливы. Я подошла не прямо уж издалека, просто сказала ему о том, что планирую поехать в ноябре в Фетхие и мы могли бы там встретиться. Он сказал, что тоже очень хочет этого, он спросил, как я смотрю на то, чтобы поехать в какое-то место поближе к нему, потому что он будет работать, так как его отель работает круглый год, а мы бы сами могли потом ездить в разные красивые места. Мы даже потом накидали для себя некий план отпуска. О каком-то финансовом участии с его стороны во всей этой истории речи не было и сама тоже ничего такого не предлагала. В общем, мы пообщались полтора месяца с моего отъезда голосовыми сообщениями, также он звонил по видео пару раз, общались с ней часто, раз-два в неделю, или в основном писала я первая. Вот, блин, прям чувствую, что у него какие-то постоянные отношения есть. Не прям жена, а просто с кем живет и так далее. У него временами были какие-то подавленные настроения, я подумала, что он, может быть, просто хочет съехать в сообщение, сказал, что приеду поближе к нему, только если он и правда будет рад этой встрече, так как хочу, чтобы всем было комфортно, иначе я просто полечу сама в Фитхею, как и думала изначально. И что в этом нет, ничего такого. После этого он сразу оживился, сказал, что правда нет настроения последнее время, но в целом все у него хорошо, он счастлив, что мы увидимся, ждет, очень скучает, и он специально возьмет несколько выходных, чтобы никакое другое направление я не рассматривала. Но в итоге на данный момент мы не общались уже две недели. Пару дней назад я отправила ему голосовать, но он даже не открыл его, хотя сообщение было доставлено. Видимо, неудобный момент был, когда оно пришло. Но, как говорится, если не отвечает на ваше сообщение, это тоже сообщение. Умничка. Подруга говорит, что может он телефон утопил, но я думаю, что действительно заинтересованный мужчина не напишет только в том случае, если он разделил судьбу с утопленным телефоном. Блин, у вас чувство юмора хорошее. Не поняла просто, почему так получилось. На душе грустно из-за этого. Может ему просто неудобно было сказать сразу, что он не хочет больше видеться или он правда в депрессии. Я больше склоняюсь к первому варианту. Или вспомнил, что у него жена есть или девушка. Но я точно не была навязчива, так как я тонко чувствую эту грань. Общалась я в основном с юмором и без каких-либо романтических закидонов, выноса мозга, наоборот, с хорошим настроением всегда. Тем более, наше общение было нечасто. В общем, в голове у меня первые дни были как жвачка эмоции. Чего я боялась, когда вообще думала соглашаться ли с ним навстречу. Даже я применяла методику стула, разговаривала с собой и выяснила, что думаю все время про него, потому что он единственный за последнее время, кто оказал мне внимание. И что я очень хочу влюбленности, эмоции, почувствовать себя женщиной и так далее. В таком случае я подумала, что просто поеду опять в Турцию на пару недель и в другом направлении. Ведь моя давняя мечта была переехать, но одна я здесь не была ни разу. Сразу страхи полезли. Я как оставлю котов, а что скажут родные, что я одна поехала в Турцию, хотя только недавно оттуда вернулась. А вдруг я заболею там, а вдруг все... О, сколько много отговорок. Карина, прошу прощения за такое большое письмо. Мои вопросы вот такие. Я чувствую, что есть проблемы с взаимоотношением с мужчинами, блоки и страхи. И главное, с самой собой, с пониманием своих истинных желаний и нерешительностью. Подскажите, в каком направлении мне двигаться, чтобы достичь психологического здоровья. Какой темой надо начать проработку. Я как будто бы топчусь на месте, а жизнь проходит мимо меня. А также важно ваше мнение, почему турок мог пропасть. Второй вопрос перечитала и самой показался смешным, ненавязчивым по сравнению с тем, что в целом подсветила вся эта ситуация. Но с турка я уже сказала. У него, скорее всего, есть регулярные отношения, он на самом деле живет с той турчанкой. Вот и все. Все очень просто. Вы уж сами много что анализируете. Я вижу, копаетесь в психологии, даже про методику горячего стула в курсе. Но я могу только одно сказать. Вы сами себе запрещаете любить влюбляться, подпускать к себе мужчин. Хотя внутри сами это очень сильно хотите и созрели уже расставаться с вашими запретами и блоками. Почему они могли быть вызваны? Естественно, это критика со стороны отчима, завоевание любви и мамы, и папы, и отчима. Возможно, еще этот отказ от вашего папы, вы так про него вскользь сказали, что он отказался от родительских прав. Это все равно травма, именно отказ от прав, то есть в сути отказ от отцовства. Ну, короче, довольно-таки так звучит даже страшновато, неприятно и больно. В общем, у вас есть определенные страхи. Вам с чего начать? Вам надо для себя сначала понять, какие конкретные у меня есть страхи, что поднимает мою тревожность, когда мужчина рядом со мной, почему или чем мне опасен мужчина, чем может навредить, чего я боюсь, если я его подпускаю или вступаю в отношения. Вот с этого надо начинать копать, найти истинную причину, чего я боюсь. Раскопать свои страхи, конкретно, что меня останавливает, чего я боюсь, как говорится, очень классная фраза, что ужасного произойдет, если я вступлю в отношения, что ужасного произойдет, если я там выйду из отношений, расстанутся, меня опять по ВК, короче, расстанутся со мной, кинут и так далее. Разбирать надо свои страхи, понять, какие они, из-за чего они происходят, что за ними конкретно стоит. И я уверена, они все равно выведут на психоэмоциональный момент, который был связан с вашими родителями, с отчимом и с папой вашим. Ну и с мамой, кстати, в том числе. Потому что у вас младшая сестра есть, это тоже определенный след. В общем, вот такую, я бы наметила, назовем так, компанию в себе некую работу и проработку, как вы сказали. Что вы думаете по поводу этого письма? Такие девчонки, кстати, очень много людей, мужчины такие же есть, не только девушки, не только женский пол, никакой вообще гендерной привязки к этому. вообще очень хорошо, что вы хотите с собой заниматься, в себе копаться, находить себя. У вас, значит, все получится, раз у вас есть это желание. Это уже первый шажок на пути к этому. В инфобоксе под видео есть моя почта, если кому-то нужна моя консультация психологическая. Пишите туда тема письма-консультация, я вам отвечу. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Спасибо, всем пока.